I believe 2022 is going to be a year of great breakthrough. I believe 2022 is going to be a year of great breakthrough. I believe 2022 is going to be a year of great breakthrough. I believe it is going to be a year of great breakthrough. I believe it is going to be a year of great breakthrough. I believe that God is going to be a year of great breakthrough. I believe it is going to be a year of great breakthrough. I believe it is going to be a year of great breakthrough. I believe it is going to be a year of great breakthrough. I believe it is going to be a year of great breakthrough. I believe it is going to be a year of great breakthrough. I believe it is going to be a year of great breakthrough. I believe it is going to be a year of great breakthrough. I believe it is going to be a year of great breakthrough. I believe it is going to be a year of great breakthrough. I believe it is going to be a year of great breakthrough. I believe it is going to be a year of great breakthrough. I believe it is going to be a year of great breakthrough. It is going to be a year of great breakthrough. I have no power of great breakthrough. However, without a reason you cannot do anything without peace e May God is not辦, because He is still life of no life. And if He is a multileön blind, He is not enough. He is a multilead of great breakthrough. He is a multilead. but He is an almost Executive, You 2005 and Hallelujah. You are much in his life and this is because okay of this? You should do it. You should lean down and working yourself in vain rather than the beginning of God. Он проложил путь для Израиля из Египта, Он вывел учеников из бури, Он проложил путь для Иосифа из темницы во дворец, Он проложит путь, который выведет ЮАР из бедности, Он проложит путь, который выведет вас из безработицы, из отчаяния, неудачи, Он тот, кто прокладывает путь. Но люди ищут пути без Него. Вы не найдете пути, потому что Он свет на вашем пути, долголетие, свет вашей жизни. Он путь, истина и жизнь. Он открыл путь для Павла и Силы ночью. Он открыл путь для Сидраха, Мисаха и Авденага из печи. Возможно, вы также оказались в этой печи. Возможно, вам кажется, что выхода нет. Но Моя Библия говорит, что невозможное людям возможно Богу, потому что с Богом все возможно. Бог ожидал, пока температура поднимется, чтобы войти в горящую печь и освободить вас. Бог не придет в замерзшее озеро. Он придет в горящую печь и поддержит вас, избавит вас. Если вам кажется, что вы проходите через ад, то знайте, Бог выведет вас. Он не оставит и не покинет вас. Он прокладывает путь. Он откроет двери, которые никто не сможет закрыть. Он проложит путь через кривые места. Он проведет вас через горы и долины. Скажите аминь. Я повторю еще раз. У всех нас есть прошлое и будущее. Мы не можем ничего поделать. С этим прошлым, если вы останетесь прошлым, то это ничего вам не даст. Учитесь у прошлого. Используйте трудные моменты жизни, чтобы снова встать на ноги. Используйте трудные времена, чтобы учиться и чтобы становиться лучше. Никто не ожидал этого, но мы все еще живы. Бог сохранил нас, и мы знаем, что не обязаны бояться этого. Мы знаем, что последнее слово за Богом. Некоторые из нас потеряли близких. Несколько человек погибло в авариях в декабре. Другие умерли от болезней. Кто-то утонул. Люди постоянно сталкиваются с трагедиями. Но мы не можем оставаться в них. Боль предательства. Боль неудачи. Мы должны подняться и сфокусироваться на Иисусе Христе в 2022 году. Мы должны пройти этот год, взирая на Иисуса. Он прокладывает путь. Он освящает ваш путь. Он не часть решения, а само решение. Он не часть вашего будущего. Ваше будущее. Он сказал Аврааму, «Я твоя великая награда». «Я твое завтра». «Я великий, я есмь», прокладывающий путь. Он открыл путь Даниилу изорва со львами. Он использовал неспасенного царя, чтобы молиться за него. Представьте это себе. Даже грешники начнут молиться Богу. Аллилуйя. Он открыл путь Ною и его семье, когда суд должен был излиться на землю. Две тысячи лет назад Бог открыл путь нам с вами, послав своего сына Иисуса, чтобы каждый верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. У нас есть причины радоваться в начале 22-го года. Наши имена записаны в книге жизни. Мы рождены свыше. Вы можете забрать мою жизнь, но не мое спасение, потому что мое имя записано в книге жизни. Бог говорит, я открываю тебе путь. Далее второе. Он творит чудеса для вас. Люди говорят мне, ты веришь, что мы живем во время чудес? Нет, я не верю. Мы не служим Богу, который стареет. Мы служим Богу, который вчера, сегодня и вовеки тот же. Давайте же, Серси. И Малахия 3, глава 6 стих говорит нам, ибо я Господь, я не изменяюсь. Мы служим Богу, который продолжает творить чудеса, который вмешивается в дела людей. Мы служим Богу, который способен сделать намного больше всего того, о чем мы просим или помышляем, с чем бы вы ни сталкивались. У Него есть выход из вашей ситуации, через нее, через бурю, на другой берег, из тюрьмы, во дворец. Но Он также творит чудеса. Он делает то, что не может сделать никто другой. Он выведет вас из ямы, когда вы не ожидаете этого. Вот почему вы не можете войти в 22-й без ожиданий. Вы должны поднять свой уровень ожиданий, свою надежду, а знаете, что Бог силен. Я говорю, Бог силен поддержать вас в огне. Он может сохранить вас от планов врага, разрушить планы врага против вас. Он может исцелить вашего ребенка, освободить вашего мужа, создать работу для вас в ЮАР. Скажите Аминь, если вам нужна работа. Я не верю в век чудес. Я верю в Бога, который творит чудеса. Для Бога нет ничего невозможного. Бог говорит, нет такой проблемы, которую я не мог бы решить. Чем она сложнее, тем больше Он призывает вас. Если она кажется невозможной, то Бог может вмешаться. Ведь если бы мы могли решить ее сами, Он не был бы нам нужен. Если бы мы могли сами побеждать в своих битвах, нам не нужно было бы, чтобы Бог воевал за нас. Если сегодня вы в трудном положении, то это хорошее положение для чуда. Если вы столкнулись с невозможным, то вы должны вспомнить, что в Библии говорится в Евангелии от Марка, 10 главе, 27 стихе, что то, что невозможно людям, возможно Богу, потому что Богу возможно все. Далее, 9 глава того же Евангелия, 23 стихе, «Если верите, то все возможно верующему. Если вы столкнулись с невозможным, то прославьте Господа». Вот оно, решение. Давайте все, студенты, домохозяйки, бизнесмены, верьте, что Бог даст вам контракт, изменит ситуацию. Давайте же прославим Бога и создадим атмосферу, в которой Бог будет двигаться в 22 году. Пусть Бог движется в нашей хвале. Бог любит хвалу своего народа. Если вы смотрите нас по телевизору, то не обращайте внимания на храпящего мужа, не смотрите на детей и других. Прославьте Бога во имя Иисуса, потому что Он Бог чудес, потому что Его рука сильна спасать вас, потому что Он всемогущий, всесильный и всезнающий. Прославьте Его, потому что Он держит вашу жизнь в своих руках. Прославьте Господа, потому что Он живой сегодня, так же, как и вчера. Аллилуйя, Церковь! Восплещите Ему! Иеремия, 32 глава, 27 стих. «Вот я Господь, Бог всякой плоти, если что невозможное для меня. Я много читаю, как и все вы, но не о заговорах, а о том, что есть силы и люди, которые хотят уничтожить наш мир. Поработить людей чем? Бедностью. Вот почему я каждую неделю говорю о том, что наш главный враг — это бедность. Мы нападем на нее и уничтожим ее, в ЮАР, к 2030 году. Я услышу Ваше имя во имя Иисуса. Мы не будем сидеть и киснуть в своем христианстве. Мы поднимемся за социальную справедливость, как это делал Иисус. Мы будем бороться с коррупцией, с бедностью во имя Иисуса. Мы будем давать, что можем, помогать, кормить, обучать. В противном случае, зачем мы живем? Если вы живете во дворце, а ваш брат живет в трущобах, в будущем я буду учить о процветании. Есть разница между процветанием и материализмом. Этот мир связан материализмом. Многие христиане теряют себя в материализме, ведь в тот момент, когда вы отводите взгляд от цели, вы становитесь материалистом. Вы начинаете накапливать вещи для своих детей, которые потом растратят все. Библия говорит, добрый человек оставляет наследие для детей своих детей. Но, братья и сестры, в нашем служении есть много бедных людей, а в мире многие люди страдают. Мы не можем и не будем отворачиваться от них. Я говорю, мы не можем и не будем отворачиваться от них. Мы будем частью решения, мы будем светом Иисуса. Мы проложим путь для тех, у кого нет дома, кто потерян. Верьте, что Бог даст прибыль вашей компании, чтобы помочь молодым. Научите их вести бизнес с целью, во имя Иисуса, не ради себя. Это эгоизм и материализм. Это проклятие западной церкви. Не хотел задеть ваше эго, уж простите. И тем более, спасибо за ваш энтузиазм. Бог желает, чтобы вы процветали, но для чего? Если бы я был Богом, то зачем мне благословлять вас? Как вы думаете, вы не привыкли к этому? Ведь так, да? Хорошо, теперь третье. Бог все еще исполняет обещания или обетования. Скажите на это аминь. Библия говорит во втором послании к Оринфянам. Ибо все обетования Божии в нем, а не да и аминь. Славу Божию через нас. Только на этом можно построить целую проповедь. Бог дал обещание Аврааму. Я постоянно говорю об этом. В начале года люди любят ставить цели. Бог говорит, «Я благословлю тебя, чтобы ты был благословением для народа в земле». Никакой эксклюзивности в христианстве. Любовь Божия всегда инклюзивна. План Божий, путь Божий. Путь всегда ведет вас к Богу и к ближнему. Путь приближает вас к Богу, к Иисусу Христу. А когда вы приближаетесь к Иисусу, вы теряете эгоцентризм и начинаете фокусироваться на страждущих вокруг. Мы должны понимать нашу миссию. Евангелие от Луки 4, глава 18 и 19 стихи. Для чего мы живем? Если мы не понимаем этого, то зачем мы живем? Если мы не понимаем цели в жизни, то ради чего мы живем? Если мы не понимаем, что Бог дал нам эту жизнь, что она как пар, независимо от того, с чем мы сталкиваемся. Есть люди, которые сталкиваются с большими трудностями, чем вы. Как бы мы ни страдали, есть те, кто страдает больше. Какую бы боль мы ни ощущали, есть те, кто ощущает еще большую боль, чем мы. Христианство не должно фокусироваться на себе, особенно в трудностях. В трудностях вы должны больше всего помогать людям, потому что вы понимаете их. Чем больше ваша нужда, ваша боль, тем лучше вы понимаете людей в этом мире. Вот почему иногда Бог позволяет вам, не заставляет, а позволяет пройти через страдания, чтобы вы могли стать на место страждущих. А в противном случае у нас будет лишь пустое христианство. К нему нельзя прикоснуться. Вы становитесь пустыми внутри. Вас больше не волнует беременная у дороги или мать с ребенком. Вы говорите, они сами виноваты. Взбунтовавшийся подросток, наркоман или проститутка. Я не могу проповедовать христианство без Божьей цели. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Наши дела должны вести к искуплению человечества. Когда мы говорим, что Он путь, то Он не только является путем для меня, но и через меня для других. Он не просто чудо для меня. Он чудо через меня для других. Иногда лучшее чудо взять ребенка другой расы и сказать, «Я люблю тебя. Бог любит себя. Вы подарите Ему улыбку». Иногда лучшее чудо это заплатить за продукты пожилой женщины в торговом центре, который считает копейки. Мы можем быть теми христианами, которыми нас хочет видеть Бог в этом 2022 году. Можем ли мы облегчить боли страдания? Если нет, то зачем мы здесь? Я не против хорошего отпуска, хорошего дома, хорошей работы, и Бог тоже. В книге Икресяста сказано, что это дар от Бога. Наслаждайтесь жизнью и своим имением, тем, что Бог дает вам, но не забывайте Бога и ближнего. Это не означает, что вы должны ощущать чувство вины за пищу на своем столе. Вы должны быть благодарны. Вы должны лучше понимать, Библия говорит богатым, пусть ваши дети увидят боль, пусть они пойдут туда, где люди страдают. В противном случае, они будут думать, что имеют право на такую жизнь. Они требуют и не ценят ничего. Спасибо за ваш энтузиазм. Я считаю, что поступил правильно. когда отправил Анжелику в Нью-Йорк, Билл Уилсону, чтобы она жила среди детей Нью-Йорка. Она была из хорошей семьи, думала, что понимает страдания людей. Но нет, вы не можете понимать боль людей на расстоянии. Вот почему Иисус пришел в мир, чтобы приблизиться к боли людей. А вот что позволило ему стать решением. Многие из нас боятся этого. Мы знаем, что в тот момент, когда мы видим боль людей, мы становимся ответственными. Внутри нас пробуждается голос, который говорит, ты должен сделать хоть что-то не только для себя и своих детей. Ты должен сделать что-то... Надеюсь, у вас есть обетование на 22-й год. Надеюсь, вы сохранили обетование 21-го, 20-го, 19-го года. Надеюсь, что эти обетования записаны у вас на стене, и вы верите, что Бог может исполнить все эти обетования. Он прокладывает путь, творит чудеса, исполняет обещания. У Него есть путь для вас, у Него есть чудо для вас. Я верю в это. И у Него есть обещание, обетование. И это обетование, да и аминь. В Нем во славу Божию. И вы можете получить их верой. Величайшее обетование. Это обетование жизни вечной. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб. Язычники могут стать сыновьями и дочерями Божьими. Наши зрители будут с вами еще минуту. Вы говорите, «Я никогда не отдавал своей жизни Иисусу». Возможно, вы потеряли себя во время пандемии. Вы потеряли себя в это время. Но это Новый год и новое начало. Его милость обновляется каждое утро. Вы можете вернуться к Богу сегодня, отдать свою жизнь в руки Иисуса. А вы можете получить то будущее, которое Бог приготовил для вас. Вечность и жизнь с целью на земле. Если вы хотите этого сегодня, тогда положите руку на сердце и начните все заново с Богом. Скажите, Господь Иисус, «Сегодня я возвращаюсь к Тебе. Я принимаю Тебя как своего Господа и Спасителя. Я верю, что Ты умер за мои грехи и воскрес из мертвых. Я верю, что Ты жив. Сегодня я отдаю Тебе все во имя Иисуса. Пусть Бог благословит вас. Чудесного вам Нового Года! Иисус.